Ну брат, подготовился бы родной, кто тебе чё говорит. Брат, два дня делов, и его машину на ход поставить. По-настоящему мы заедем и узнаем, насколько быстрое CLS у Ахмеда. Да, брат, я б***ь, дай ему. Давай! Давай, х***ь, дорогой тоже хочу бы дай. Как он на форматике дрифтует? Конкретно вы оба меня не любите. 95, будешь он? Поставим. Почему так? Почему так? Друзья, приветствую вас всех, вы на канале Асхаб Томаев. Долго вас томить не стали, организовали всё очень быстро. Сзади стоит та самая CLS-63, та самая легендарная машина, которая выиграла в гонке М5. И та самая М5, которую я купил у Маги. Ахмед, можно тебя? Саламу алейкум. Ахмед, все, наверное, уже в курсе, весь Кавказ, если не Кавказ, то вся Россия, то что ты мне кинул вызов. Ты везде говоришь, у тебя самая быстрая, у тебя там самая это, самая-самая. После чего человек приходит. Правда? Давай тоже загоня... А, что нам загоняться? У тебя в задний привод. Давай загонимся с 60. Давай. Да ты уедешь. Конечно. И выигрывает тебя на М5. На Кавказах! На Кавказах! И сейчас ты за эту М5 точно так же, как ты за Ламбу качал-качаешь. Я тебе говорю, брат, вот CLS-63, я натяну и её, и Ламбу. Хочешь Ламбу, тоже сюда взови. Ты же говоришь, столько денег вложили там. Я не знаю, брат. Смотри, по поводу Ламборгини, беру свои слова обратно. Реально, по факту, М5. М5 оказался намного быстрее. Твое преимущество, машина нового образца, нового поколения, мотор. Время реакции, правильное переключение. Что ещё скажи? Да, брат. Красавчик, брат. Нового поколения, коробка 9, ступка. Надо твой колхоз, реально. Колхоз, брат, вот он колхоз. Клянусь, это не колхоз. Это просто недособранная машина. Вот этот карбоновый твой капот, губа, вот этот тонировку на фары сделать. Вот это всё, вот это колхоз, брат. Я в своём столе с Ахмед сказал, что да, я могу тебе дать шанс. Могу тебе дать шанс, если ты не заметил. Это я тебе шанс даю. Хорошо. Сегодня мы это посмотрим. Об этой машине знают все. Смотри, Ахмед. Это вчера появилось. Стой, поставь паузу. А условия те же, как с ламбой? А, включ, включ. Ээээй. Такие же условия? Гаса-гэби на гаса-гэби? Ну да. Ребят, просто ради интереса. Я не говорю, что М5 вылетит там. А, на 2 ляма? На 2 ляма? Погните. Так неприкольно, блядь. Всё понятно. Это уже просто КД пошли. Калхознее, калхознее. Да, понятное дело, сейчас она не в состоянии. Расскажи там, что у тебя случилось? Какая авария произошла? У меня этот автомобиль попал в огромное количество ДТП. Её много раз собирали, разбирали. Но когда я собираю автомобиль, я делаю это идеально. Я всегда слежу тщательно, покупаю все новые детали. И аккуратно, грамотно, чётко, внятно и понятно собираю автомобиль. В данном случае мой партнер, заур, залетел на скорости 140 км в час. Но удар весь попался на колесо. То есть, а не в другую машину залетел, а там бордюр стильная, понял? И колесо сломалось, просто сломалось. Аж доган на них было написано. Вот это всё, грамотные колеса сломались. Поэтому сейчас временно мы закинули обычные мерседесовские АМГшные колеса. Я понял. То есть, там была ковка облегченная, все дела. Здесь сток полный, именно по колесам. Декад. Сказать тебе честно, я вообще не разбираюсь в этих вещах. Единственное, что я купил на новые диски, колодки и всё остальное. На каком языке? Понятно. Я даже не стал ставить новую резину. Смотри, мы делаем три заезда. Три заезда. Хоть десять. Хоть десять. Не безраведливо. Давай три заезда сделаем, не будем раскидываться громкими словами. Надеюсь, сравнов тебя не хватит. Да, смотри. Потому что... А за кого болеешь? За целость. Добиваемся. Ты что, давай, ты смотрел ролик сегодня? Поклини, что я смотрел. Хорошо, забиваемся, что мы тоже заедем. Да заедем, а ты, блядь, Эдюнас привезёшь в Грузию? Блядь, ну либо ты же приедешь сюда. Какого хуя, блядь, на нейтраль тогда будем ебашиться? Да давай, блядь, по Ларсу будем ебашить, давай. Армении сдаём? Давай, похуй. Мениск твоего ебая. Почему я тебе назвал сумму два миллиона? Не потому что я боюсь больше ставить. У меня просто огромный расход, я не имею ламборгини, и у меня не так много денег, как у тебя. У меня нет денег. Я назвал, хорошо, сделаю вид, что поверил. У меня вот два миллиона есть, то, что я реально могу отдать, реально могу поставить. То есть всякое в жизни бывает, может быть, там колесо лопнет, или там, ну всё в жизни бывает. Поэтому я тебе два миллиона говорю, я тебе хоть 10-20 могу назвать. Я потому что знаю, что машина выиграет. Но, знаешь, лучше же назвать то, что у тебя есть, то, что ты реально можешь отдать. По факту, знаешь, Ахмед, я тебе больше скажу. Многие меня спрашивали, Асхаб, вы ставите ключ на ключ. Я всегда говорил, всем отвечал, мне без разницы. Тут принципиальный момент, просто посмотреть по факту, чья машина быстрее. Давай для галочки, если я два миллиона устраиваю, даже миллион меня устраивает. Ну, два, два. Два миллиона рублей, кто проигрывает, выплачивает, верно, в этой гонке? Всё, даем по рукам. Слушай, тонировка на фарах уже обо всём говорит. А что за тонировка это? Ну, притемнение такое бывает, детское, на 14-е бывает, себе пацан 4-ку купил, взял тюнинг, сделал себе такой, музыку тоже поставил туда, сабвуфер, сел. Что, я сразу убрал через... Сколько мы убрали тонировку на фарах? Я сейчас зайду в Инстаграм, покажу, фотку, Е60-е точно такая же, Е60-е твоя была. Да, потом я убрал. Потом я понял, что это колхоз, я убрал. Я тебя почти лучше поражал, что это колхоз, ты меня не слушал. Брат, здесь не только... Ты когда мне говорил, что, блядь, вино, блядь, типа, ладно, не вышли, поправляй. Тебе ты говоришь, блядь, братан, лучше, блядь, пизду лизать, чем ебать. Не ты был? Но я не перешёл на это. Не материтесь, я с женой смотрю. Да, ты мой брат. Что? Что? Привет! Саламаник! Кетту! Шатир! Брат, я сейчас историю скажу с мотелем и всё. Брат, давай видео с посольми, бать интересно. Брат, ты занимаешься... Ты хочешь сказать... Подожди, машины можно собирать... Она про Рошан. Если она ещё раз скажет, что про меня... Я скажу то, что Рошана был парень. Это твое дело, я не разбираюсь с этой тематикой, я сюда не буду. Я здесь. Ребят, ну нам также в гости приехал мага. С популярной фразой. Как там? Приятно быть важным, но куда важнее быть приятным. Да, Лег, что-то такое... Брат, это моя фраза, я её могу правильно сказать. Приятно быть важным, но куда важнее быть приятным. Вот так это говорится. Ты говоришь, погнали, ты говоришь... Какие-то вы здесь фразы рассказываете, кто кого обидит, кто кого не обидит. На самом деле, нужно знаешь что? Меньше разговоров, просто встать на трассе и проверить, кто из вас реально сможет объехать. На самом-то деле, я что, приехал, хоть это и моя М5, сейчас думаю, что я буду за неё болеть. У меня приехал поддержать Ахмеда, поддержать своего брата дагестанцы, потому что он, видишь, 0,5 регион этот, видишь? Мы приехали сюда, я ему просто, знаешь что, мы там сели, поговорили с ним, я ему говорю, у Асхаба, короче, бабки есть. Нужно, пока он такой, понял? Пока он горячий, нужно его... Нужно его брата. Он тебя выиграл, уже понял, нас уже понял, как дети мы его. Да-да-да-да. И я ему сказал, что нужно ехать, нужно кидать вызов Асхабу и ехать. Брат, да, да, брат, что он спалил? Да. Спалил, да, это я тоже спалил. Своё, что получится забрать от этого зола. И я уверен, что... Вот сейчас я хотел сказать, что я уверен, что целый соберет М5, но просто я смотрю на эту М5, у меня вот не скажу, что слезы. Не, не скажу, что у меня слезы вот так вот текут здесь в глаза. Ну просто такая, знаете, в этой машине я испытываю такие... Чувства такие, знаете, очень сильные и... Поэтому ты продал её, да? Тут такой момент... Продал её, все меня спрашивают, зачем ты её продал, зря ты её продал. Я ссё-сё. Эй, вот смотри, ты сейчас мне это говоришь. Продал, потому что так захотел, потому что так надо было, потому что бабки мне... Смотри, я на вас рад, я понимаю, и в данном, в данной гонке кто больше потеряет, я или ты? В плане имени, в плане слов своих. Если кто-то... Как думаешь? Ты. Я, да. Честно сказать, мне тоже так кажется, потому что было очень много громких слов до гонки с магой, говоря, что моя машина самая быстрая. Я на самом деле тебя очень сильно уважаю, понял? Но не любишь, но не любишь. Но не любишь. Я не буду говорить, брат, ты что... Такое не бывает, подожди, я знаю, что хочу... Брат, ну он не обязан его любить. Не, ну по факту, но проявлять это на видеокамере тоже неправильно. Либо ты его не любишь, у неё ж нахуй не общаешься с ним, либо не так залетаешь, его так за... На его же канале его же вот так засазываешь. Да, он шачирует тоже прав, да. Блё, спасибо, брат. У меня была такая лёгкая ненависть к тебе, вот даже нелёгкая, нормальная ненависть к тебе, когда мы вот в сторисах друг другу, вот там ты мне что-то писал. Не, это другая ненависть. Ты чуть-чуть злился, понял, да пошёл он, чё он мне вот так делал, я сделаю, я покажу. А когда мы уже увиделись, так же бывает, когда ты увиделся с человеком, чуть пообщался, у меня сейчас, например, остыло. Знаешь, почему у тебя остыло? Не буду говорить. Не, смотри, короче, я поддерживаю Ахмеда, но это М5, она, блин, может многое доказать, но просто я надеюсь, что ты... Блин, я... Хотя там делать ничего не надо, просто руль держать. Короче, ребят, про 05 регион против ничего не имею, я буду за вас очень рад, если вы что-то мне покажете. Всё, Ахмед, поехали, на автодром время не будем терять, я желаю вам удачи. Ассаламу алейкум. Аликум ассалам. Мы были друзьями, вы были гостями, теперь вы конкуренты мои, теперь вы мои враги. Ты, конечно, много всего наговорил здесь, там, что-то продал, не продал, просто давай, брат, уничтожим... Поехали, Ахмед, поехали. Спички. Субтитры сделал D-1. Банк Водяга, слушай. Словно, машина вообще болеет, вот в целом. в общем такая ситуация прямо сейчас мы приехали на трек будем делать гонку с асхабом хоть асхаб там говорит то что якобы там он не волнуется и в то же время снимает stories я очень волную но я чувствую его страх я чувствую что он переживает за свою репутацию я я вот это понимаю если стоит вопрос волнуюсь ли я ну честно сказать такое переживание внутреннее есть в любом случае потому что сейчас будет гонка сейчас я должен ответить за свои слова а всякое бывает автомобилем то есть мало ли что мало ли не так пойдет переживание есть максимально уверенно то есть нету такого что суета это просто эффект добавили брать не бодья монтажа над я делал смогу накажет вашу целый скидя третий красивый ребят сейчас собирается вроде бы дочь очень рискованно терять время давай не будем время терять заедем вот это очень принципиальная гонка тут оброс большое количество людей я не знаю вот наши результаты сливают надеюсь этот раз никто ничего не сольет ахмед я тебе желаю удачи вот мандара весь дело вы готовы мамин брат очень сильный ветер я думаю никаким образом на это нас не повлияет ты учитывая что у меня нет морды это сильно очень лет и плюс ветер за 2 миллиона не ничего ты не думаешь что я сейчас от вас так далее все вот это видите вот это это добавляет плюс 500 лошадок подожди 2 секунды колеса будет да волнуйся я его глава это не заморгать так честно вот сейчас чуть-чуть такое волнение какое-то появилось я не знаю из-за чего вот прям я хочу просто именно стартануть я есть такая такой маленький страх что опоздаю дать старт а че спишут ох вау стой 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 подожди вот видишь мы же не можем здесь целую настройку делать на мостике пальцем покажу если все нормально ты мне про сигнал хорошо сигнал тоже нет я тебе поморгаю если все нормально если все нормально поморгай давай давай подожди давай вот так посмотрим а че так тихо проверка на фальш старт поехали дура почему фальш но маев просто успел да он просто этот просто ступил не переключился вы не переключился я не пойму я чуть-чуть со стартом опоздал чуть-чуть со стартом опоздал на пол корпуса машина его уехала но это реально вот просто пересмотрите клянусь я просто растерялся чуть-чуть даже ланч не сделал потому что он у меня здесь не включается пол морды разобрана и машина видимо видеть что что-то не так и я сейчас вовремя тронусь и уеду от него не переживайте просто мне нужно сейчас шачер давай ответим и зацелуй давай по хули мне вся морда разобрана и что нах так приехал без ланча не может брак не выходи не выступай а мне похуй тут чуть у него не залетел блин забыл что за странный ответ короче ну же похую растерялся сейчас я нормально делаю не переживайте пацаны чуть-чуть терпение фуфа я как я переживаю вот эти условия на берегу надо обговаривать но я думал как настоящая гонка такая и будет да там же дают время остудить турбины я не знаю такую тоже но вы не видите что за кадром происходит давай 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 быстрее 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 не надо меня торопить поделись он вообще не торопите меня короче ребят прошел первый заезд его дорогу с погоду ходишь будет поэтому попросили ребята чуть прокатиться чтобы турбины остыла и остыли потому что лаунч иначе не работает у меня сейчас видать лаунч не сработал я не знаю у меня не переключилась на вторую мне пришлось переключить на автомат чтобы она сама переключала это конечно мы сидим и смотрим то что другие передами извиняюсь блин я не мысль не мы это стримим мы в роли зрители понял вроде бы вроде бы вчера позавчера пробовал экспериментировал я кайфую от видоса как лучше она заезжает бывает такого потому что говно машины и все говно на рот говно реально что рассказывать короче я не могу второй раз подряд проиграть надо подготовить это тоже самое что ну да иди на бой прийти на бой искать да я не тренировался до кого ебёт да да не здесь ты прав вообще брат похуй все я температуру коробки не вижу но я чувствую что она перегревается как не мать твоим же меню зайти коробка уже там бежит да это мэрс и я думал хуже тебя никто не ездит кто нашелся в смысле хуже меня брат ну типа ну не в обиду по полностью охладиться полностью в себя прийти чтобы делать следующую гонку у меня есть м5 и вообще похер ей похер ты и и жар бесконечно в жару и похер это мы м1 это дрифт у меня стоит до конца нажимаю педаль переключаю на механику а нажимаю до конца педаль обычный салфетки дай тормоз отпускаю тормоз вроде бы так но бывает моментами что она не при не власть не включаются кто разбирается тот наверно знает тормоз сильнее бензин кстати я ламборгино заливал полный бак сейчас я залил чуть-чуть тут наверно 20 литров бензина и все может быть чуть больше может быть 25 из-за того что половина датчиков нет на автомобиле столкнулся с некоторыми проблемами и кондер еще включен это кондер не влияет и давай я охлаждающую жидкость долю 5 секунд зачем он на горячую делает раку вот ренат я тебя узнаю эту машину брат у меня чуть-чуть вот это целая с брат и воду заливал потом вода закипятилась еще и не дистиллирован а вот такую понял обычную там все минералы забились у него радиаторе все поменял бы и было все 200000 до перегревать машина подожди что не закрой закрой она нихера не перегревская а что-то просто попросила меня антифриз чуть-чуть антифриз тратится расходуется я сколько не заливал его поэтому не надо перегревать посмотри на температуру он не расходуется поехали поехали пусть у тебя мотор сдохнет ну посмотрим сейчас посмотрим поехали давай давай ты будешь доливать не надо ничего давай 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 погнали 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 на минус морали ребят на моральность и ls mercedes bmw у меня тоже она есть у ахмеда антифриз просят долить не включается опять смотрю у него коробка развивалась нет стой что-то там мохмеда проблемы но мерседес дачу сказать я тоже был мерседес когда-то полная шляпа покупайте боевые ребят подожди стой нет что он я постоянно чем-то не готовить всего лишь 2 миллиона рублей моралью тамаев уже все за блин надеюсь они проиграют 10 какую-то уверенно сдает идет и походу здесь что может быть все за минуты и потом там и я буду это теперь если я смотрю сейчас не за-все не съемка не за-все не выручила О! Я! Заработал, Ланч. Погоняем! Я! Ха-ха-ха! У-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Правда, ЦС тоже нигде не, давай будем здесь. Кто, кому из них? Да, нет, это не постанова, пацаны. На эмоции настоящий Ахмед, он реально горит. Опять он раньше стартанул? Я! Погоняем! Ха-ха-ха! Он говорит, я или нет? ыхбром БА-НАВ У ЕГАЕТ СЕГОДНЯ ДОМОЙ! БА-НАН УЕГАЕТ СЕГОДНЯ ДОМОЙ! БА-НАН УЕГАЕТ СЕГОДНЯ АКУРАТНЕНКО ДОМОЙ! А ХМЕД! Сегодня банан уезжает домой. Ты раньше стартанул. Я бы съел банан. Видно же, посмотрите на камеру, он раньше уехал. Ну да. А ты поздно. Мне надо было с тобой боевую поставить, просто, хоть его на 2 километра вперёд пустить. Блин, эмоции. Да, ему надо потренироваться, просто время реакции, он отработал. Я железобетонно, смотрите, я 100% знаю, что это ЦЛС быстрее. Просто сейчас вот что-то, что-то пошло не так. Но он раньше стартанул на второй гонке, это 100% понятно. На первую я не сделал ланч, но я не хочу, чтобы вот эти мои слова выглядели как отмазки. Я не люблю вот эти оправдания, отмазки, вот эти все моменты. Как-то говорить, а, он вот так сделал, он вот так сделал. Клянусь, многие находят вот такие вот оправдания людям, которые реально проиграли. Но здесь я себя проигравшим не считаю, потому что... Ну, вы сами видите, банан наполовину недособранный. Резина не Мишлен стоит здесь. Братуха, восстановил бы, сделал бы до конца, так стал бы. Что он сказал про Мишлен? Половину недособранный. Резина не Мишлен. Ну, брат, подготовился бы родной, кто тебе что говорит. Брат, два дня делов, и его машину на ход поставить. Резину поставил, бампер собрал. Собрал бы, брат, и выехал бы. Хоть на саморезы кинул бы и поехал, брат. Реально, если ты был уверен, брат, дождался бы. Бля... Кто вызов кинул? Он. Вопрос вообще-то защерпал. Да это уже, это уже смысла нет отмазаться, просто. Это реально уже... Брян стоит здесь. Хотя бы боевая прошивка была. Вот я дурак, я не сделал боевую прошивку. Там уже не было бы никаких проблем. Хоть он раньше стартанет, хоть он позже стартанет. В любом случае, я бы уехал. При любых раскладах. Брат, так боевая прошивка ставится на 2-3 заезда. И потом откатывается на обычную, такую лайтовую. Холхоз никак, вообще никак не может быть быстрее, чем эта целость. Это я миллиард процентов знаю. Да, комментарий интересно потом почитал. У меня злость. И на Асхабов самого тоже злость. Я просто вот... Почему? Не хочу ничего лишнего тоже говорить. Как-то ругаться, оправдываться из-за того, что я там проиграл и так далее. Но я себя проигравшим не считаю. Дай еще один. 3-0, чтобы было. Я хочу, чтобы 3-0 его выиграть. Я готов сделать еще одну гонку. А есть машина, которая может выиграть М5? Эй, брат. Ты раньше меня стартал. Нет, не было такого. Ты стартанул раньше меня. Если было. Эй, он же стартанул раньше меня. Ты опоздал просто. Я опоздал просто. Давай, смотри, Ахмед. Ахмед, Ахмед. Ну да, я опоздал, это значит, нужно делать еще... Давай еще тогда один раз поедем, посмотрим. Подожди, стой. Смотри, Асхаб. Я вот спрашиваю у твоего оператора, ты же раньше стартанул, говорю. Ну ты опоздал, говорит. Это как понятно? Подожди. Подожди, стой, подожди, стой. Стой, стой, подожди. Смотри, давай так, давай так. Я тут все мои. Я не хочу, чтобы мои защищали меня. Они защищают тебя? Давай так, давай так. Как понять? Вот просто сам посуди, поставь меня на свое место. Все, все. Я говорю. Давай еще один раз. Давай. Поехали еще один раз. Поехали. Давай, поехали. Он раньше стартанул. Там не было, Фальсар. Так же не бывает? Конечно, не бывает. Это профессионал. В смысле не бывает? Почему он не может опоздать? Может он опоздать. Это его проблема. Он путает, он путает это, то, что он раньше. Ну кто успел, тот успел. Руки опустились, все. На реакцию. Смотри, ответьте мне на вопрос. Я просто не люблю вот это вот, руки опускать. Я люблю либо на голос, либо на фары. Светофора у них нету. Нет, смотри, как мы гонялись. Мы брали фонарь и на фонарь, понял, ехали. Что время реакции было твоими глазами или ушами, понял? А не вот это, рукой, брат, непонятно. Объясните мне. Он как руку и опускает. Ну, они объясняют. Не, на каком моменте? Когда руки касаются надо ехать? Или когда они опускаются? Внизу руки, две руки вместе. Не, вроде нет. Вроде как опускаются. А я думаю, что... Он так опускает. Я думаю, что вот смотри, вот он. Типа на старт, внимание. Марш! Марш и поехал, типа. Ничего не понял. Ну, по-моему, Томаев все два раза четко реакции выехал. Когда пересекаются... Да, когда дверки пересекаются, я прав. Когда две руки касаются ног или рук внизу. Вот, видишь? Поэтому ебал я вот это вот, блядь. Вот это настолько манимаешь, что это, блядь... Смотри, правильно, как сделать. И они это сделали, я обратил внимание. Ситофор. Вначале... Нет. Вначале он им двоим объяснил. Как, на какой старт. Вначале объяснили. Это называется островок. Вот это островок, понял? На островке всегда обговариваются условия. Так. Правильно? Потом встает судья и подходит. Ну, ну, как ты знаешь, да, когда на бокс, на ринг выходят, тебе объясняют, локтями бить нельзя, там, к слову, в некоторых же можно бить, правильно? Надо добивать моря, нельзя. И он объясняет, типа, вот, раз, типа, раз, ты начинаешь ланч, понял? Раздуваешь газ, понял? А газ на каком моменте, блядь? На когда руки касаются, ну, там, как он объяснит, либо на спуске, либо на ударе. Я думаю, это на спуске просто. О, мага, мага, контрабельник. Контролируй, кто стартует, раньше, кто не старт. Когда он позже стартанул, он остановился, я не остановился. Нет, должны стартовать вместе. Если кто-то раньше стартанул, этот фальш старт. Если кто-то опоздал, то это... А? Посмотри тогда, ты такая онецеральная территория. Проверь, фальш старт был или нет. Сейчас проверь. Покажи, где. Вот сейчас третья компания. Я не собираюсь, не знаю. Да, почему нету шитофору? Не, это надо на видео посмотреть Не, Мага, давай сейчас, смотри, контролируй всё Давай, давай Орбите как говорил? Когда руки вот здесь, когда они дошли до низа, вот это старт, да же? Да? Старт Это нужно на видео посмотреть Если был фальстарт, то гонка не действительно Вы просто прицепитесь, я такой другой В итоге, когда пересекаются Они просто объяснят, я не хуй не понимаю Не, я понял уже просто, это на нашем языке, я понял Минуту, одну минуту Я скажу сейчас, подожди Ахмед, который раскидывался словами, что его машина самая быстрая, что М5 Теперь вы убедились, что Ахмед балабол? ОООООООоо하 Когда я готов, бываю Ехать, усунул П sponsorship Вот я готов, здесь секунд десять, здесь секунд десять ждешь Мы когда готов про тебя говорим, что туда ухожу, на секунд десять проход Но там Аarek тоже говорил, что он всех разъебет Брат, смотри, какой момент Вот давай будем честны Так Помнишь, когда был базар, когда мы шли с парковки Я даже как сейчас помню, когда мы купили все две машины Помнишь? Я сказал, что я с Рошан Сан Ты сказал, что со мной встали Я сказал, что нет, у меня шансов нет Все правильно Ты все правильно сказал Я знаю, что против М5 и F90 нет шансов Это разные машины Брат, ты все правильно говоришь А сейчас зачем ты с Рошан стоишь? Потому что ты знаешь, что он слабее Нет, потому что это два Мерседеса Это новое поколение против Става Это новый мотор Хорошо, у тебя 5,5 585 сил У Рошана 3,0 435 сил Чьим хуем ты хочешь стать? Нахуй ты ему Подожди, ты ему кинул вызов Готов, если ты ему проебешь Тебя выебу Нет, брат, там без шансов Нет, с места шансов у меня нет Бля, ну ты и в ЦЛСе сидел И в Е53 сидел Бля, у Рошана хорошо ехать, брат Брат, а ты не ехал с 60 на моей, брат Хорошо, ты хочешь Рошана встать И мы поедем в Краснодар На ростовскую трассу выйдем Я буду судьей Но Вы будете стоять Сначала по его Условию Потом по твоему Брат А последнее по моему У нас турбированные машины У него фулп Полно привыкла Да, брат Да, брат Не, брат, а сходом он И третий А что третий будет? Третий? Там можно с 30 и с 60 Не, не, 30 и 60 Это все Моя фаза, это 62 Ренат, хорошо Третий знаешь, что будет? От начала до конца трассы Типа не 400 метров Не миля, ничего Ладно, давай продолжим Заходят, она отменяет И надо заново готовить Понял систему? Вот Вот сейчас вопросов нет Не, они стартанули, брат Когда Вот сейчас вместе Тронулись Вот сейчас О Что с его хуй машиной стало? Перегрел на коробке Сейчас опять какая-то ДАВАЙ УЕХАЛ УВЕРЕННО УЕХАЛ ШО ПОЖАЛО Пацанец выстрелил Что здесь происходит? Что здесь происходит? Брат, так быстро У него машина разбиралась Брат, надо так быстро уйти Пулей, ракетой Это что-то с машин случилось Брат, да какой-то Ну хуй тебе тысячу сил Если у тебя не охлаждается машина Брат, я про это же говорю Там тысячу сил не поставится Машина строится с охлаждения, брат Вот я когда строил Е30 Я ее строил Сначала охлаждение стояло Огромное От С-15 Сильвич То банан И то хуй Вот сейчас вместе Тронулись Вот сейчас ДАВАЙ УЕХАЛ УВЕРЕННО УЕХАЛ ЕБАТЬ Огромное Огромное Они прям ровно поехали Я тебе говорю Они как Они просто Это был самый четкий старт Отвечая Они прямо максимально ровные Это был ровный старт Огромное М-ка стартанул А потом по-моему Нет Я считаю Нет, ЦЛС, брат Чуть вырвался вперед Но потом М-ка, брат М-ка это М-ка М-ка это М-ка М-ка это М-ка М-ка Нагрелась, да, уже машина? Да, да, все уже Бах, бля Что? Он сейчас вообще не поехал. Нет, нет, нормально. Это она переключает на пониженную. Эта гонка была не особо интересна, что-то я его легко сделал. Сейчас раскидываться уже громкими словами смысла нету. Я выиграл гонку. Алхамду лиллах. Большое спасибо всем, кто за меня болел, кто за меня переживал. Для меня это реально очень важно. Блядь, я не пойму, почему про этот Asco M5 все говорят мне. Где я хуйня? Я ни одну гонку не видел с ней. Он не встает, он пахан, брат, он просто показал охуенный результат. Брат, у него ни одной гонки нет. 0-100, он просто показал результат и все. И в чем бонд? И он типа встает на 10 лямов или на сколько, ты понял? И никто не хочет с ним вставать. Понял? Сколько там сел, 1200? Да, он сказал, 1000. Давай посмотрим, если есть. А кто метанол выключил? Хорошо поехал. Вот сейчас она прям хорошо поехал. Это был, это был, это ровный старт был. Самый ровный старт был. Был ровный. Но ЦЛС, брат, именно на старте прыгнул. Блин, меня не поздравил, брат. Я тоже болел. Подожди, а метанол это не читерство? Нет, метанол это... Брат, это брат, брат, нет такого по нему читерства. Это то же самое, что сказать, у тебя бензин 95 или 1100, 102, понял? А почему он выключен? Я не ванга. Но не к сопернику. Вот прикол, да? А чек, почему тоже? Я вам скажу, что у меня была BMW, и когда у меня ломалась ходовая, у меня не вырубалась сюда. А Мерседесе ебанно было. Брат. Цапка одна отъебнула, все вырубилось нахуй. Электрика, ESP, ABS, гидроруль. Все вырубилось нахуй. И за одной. А BMW похуй, у меня один болт не держался. Я в Батуми поехал, приехал на F30, блядь. И только там она упала, блядь. Мерседес в таком плане хуй... Смотреть за эмоциями охуенно. Да, но быть под этими эмоциями ужасно. Ты сидец ужасно, брат. Я представляю, как он сейчас сгорит, брат. Я бы сам нахуй... Я бы сказал, да, проиграл. Нет, я бы нахуй... Что? Я бы очень сильно сгорел. Хорошо, ты сейчас будешь... Нет, если бы я так был бы уверен... Нет, если бы я в такой степени был бы уверен, понял? Просто он здесь, он бы здесь... Если у меня были бы такие возможности, как у него... Как у кого? Как у Ахмеда. Я бы так не вышел бы. Брат, тут ты же не знаешь, что его возможности. Брат, у него M5 F90, тогда не выскакивай, брат. Ну да, да, тут и правда. Метанол, можешь показать? Да, смотри, мать. Он твольная мотра. Клянусь всевышним, это я сейчас не отмазаться, ни что-то... Клянусь всевышним, я сейчас обнаружил, что выключен метанол. Не то, что выключен, она должна зеленым моргать. Я не знаю, я почему не обращу... У тебя сзади метанол можешь показать? Да. Вот он, смотри. Какое сердце за... Он должен зеленым моргать там. Это что такое вообще? Я вообще не разбираюсь. Это метанол, это такой впрыск в топливо для охлаждения турбин, понял? Сюда можно и водку залить, и спирт залить, понял? Типы против меня гонялись, заливали, ебули. Брат, этот автомобиль сейчас... Там железа достаточно для того, чтобы натянуть огромное количество M5. Так. Поэтому мы делаем реванш, и там уже посмотрим, да, что к чему. Я ставлю 5 миллионов, вот клянусь сегодняшним, я говорю, брат, я сейчас обнаружил то, что метанол не работает, но не суть. Оставим этот метанол. Проблема лайтовая прошивка сейчас. Да, мой косак есть, то, что я был максимально уверен, что она на этой лайтовой прошивке тебя догонит. Не догнала, брат, не догнала. Давай не будем. Ты сейчас лишний раз меня провоцируешь, клянусь, у меня знаешь, какая злость. Блин, мы одну гонку делаем, у меня клянется коробка. Я хочу заново охладить коробку, прежде чем встать. Вы говорите, давай, 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 быстрее. Я все претензии, в принципе, высказал туда же. Все, я понял. Ахмед, поражение признаешь? Нет. Сто процентов. Ребят, мага, поражение есть поражение. Брат, да скажи, да, проиграл, да, косякнул, брат, наоборот, люди со стороны скажут, бля, ну, ну, бывает, что-нибудь, бывает, и все, брат, реально. Это вам, брат, это тебе не на, что-то там цветной нефоров херачить, это интеллект, джейс. Что бы что ни говорил, у меня же включен микрофон. Брат, просто мы сильнее пройдем и накажем эту инфляцию. Смотри, это железо бетона сто процентов не обсуждается, мы сейчас тоже слабыми не были. Мы просто дозировку себе не вкололи, понял? Сейчас, асхабам, говорю, я на тебя радуюсь. Сейчас ему тоже мы накажем. Ано же, ано же. С тобой что? Поддержку дал мой брат, а мы все на целостно двигаемся. Брат, мы мокрые все, это вы просто не признаны, это ведитель. Это величеляйшее, просто такой дождь, я жизнь не видел, жесть. Всем ассалам алекуум.